Сжечь, уничтожить. Это какой-то шок, ё-моё. Да чёрт побери, ничего себе, Джили, вот это выдал никаких стоек. Здесь электрорегулировка, друзья. Просто какой-то НЛО. Фетрюганы, фетрюганы китайцы. Ребята, хочу порекомендовать вам человека, который помогал нам снимать предыдущие ролики с высоты. Это Александр, а его канал называется «С высоты птичьего полёта». Если вы хотели снять что-то с воздуха, то теперь у вас есть к кому обратиться. Адекватный, хороший и надёжный человек. Проверено. Ссылочка в описании. Джили. Это одни из тех китайцев, у которых есть собственный нормальный внешний вид. Они наконец-то смогли. Если вы посмотрите, у них есть свой фирменный стиль. Как у самой главной модели, у кроссовера, у седана. У седана, которые даже постарее, и то они сделали рестайлингом Гранду. И что-то в этом стиле попытались изобразить. И это круто! Джили Джи Эль. Ну вот я даже на него смотрю сбоку. Вот вы посмотрите, пропорции колёса относительно кузова. Кузов надутый, классный. Задняя часть покатая. Прикольные линии. То есть уже прям по-взрослому. Уже хочется посмотреть поближе, что за китаец. А может быть даже чуть-чуть купить. Ну чуть-чуть хочется. Дорожный просвет, правда, всего 163 миллиметра. Маловато. Цены и когда привезут, непонятно. 1.8 турбо, друзья. Шестиступенчатый автомат. Он не только выглядит круто, он ещё и достаточно современный сделан. Это значит, что потенциально он очень крутой. Это значит, что потенциально мы его ждём. Проекционные фары у нас, да, нормально сделано. Решётка. Всё как положено. Турбо GDI, значки. Опять же, силуэт. Посмотрите, сделано. Ну, разве плохо выглядит? Круто выглядит. И задняя часть прикольно сделана. Вот это вот. Здесь стекло. До упора стекло. И здесь стекло. Никаких, никаких стоек. Китайцы это даже уже сделали, понимаете? Некоторые производители всё равно какую-то херню сюда вставляют. Пластиковые. Здесь нет. Здесь, пожалуйста, у вас стекло-стекло. Красота необыкновенная, как говорится, да? Джили, все дела. Давайте глянем багажник сразу. Багажник. Багажник. Блин, ну они у Volvo насмотрелись. Ну, посмотрите. Реально сделано классно. Вот просто хорошо, классно. Я тут Lexus совсем недавно обозревал, как вы помните. Вот эта тема. Ай, нету этой темы. Но есть крючок, за который вы возьмёте и повесите вон наверх всё. Здесь просто какое-то НЛО, по-моему, можно приземлять. Докатка. Докатка? Докатка, да. Восемнадцатая докатка. Ну, может быть, и даже колесо, но какое-то узенькое немножко. То есть полноразмерная, но докатка. Аккуратный багажник, прекрасный. Высокий. Вот смотрю на эту тачку и хочется её взять на тест-драйв и посмотреть. И самое главное, узнать, сколько она будет стоить. И самое интересное внутри. Внутри. Погодите, это какой-то шок. Потому что это китаец. Посмотрите, как сделаны кнопочки. По-взрослому. Volvo, походу, их научили. Посмотрите, как сделаны сидения. По-взрослому. Посмотрите на какие-то рога барана. Вот здесь вот ручки. Центральную консоль. Супер монолитную. Ну, да, верно. Крышка подлокотника всё ещё болтается. Но ничего, это и в более дорогих производителях она болтается. Это, по-моему, сделано... Это у нас электронная панель приборов. Я ничего не путаю. Дверку открываем. Графика. Ручки, посмотрите, какие. Блин, ну это прикольно сделанная тачка. Это первый китаец, который сегодня меня не просто удивляет. Я говорю, что он нормальный. А он классно сделан. Мягко. Вверх мягкий. Обивка. Козырька. Всё, что нужно вам для счастья. Всё есть. Вот здесь вот какие-то вставочки. Вы посмотрите, подметал. Монитор большой. Давайте включим. Gili. Пошло дело. Так, так, так. Графон, графон. Графон, ну, может быть, не самый лучший. Давай дальше что-нибудь появится. Home. Radio. Navi. Phone. Радио. Долго, может быть, включается. Ладно, оставим. Пока у нас есть вот климат-контроль. Вот здесь такой. Режимы. Режимы. Нужно будет перещёлкать. Вот, графика пошла. Это FM-радио. Медиа. Ну, графика. Графика на уровне, я бы вам так сказал. Графика на уровне, точно. Немножко есть. Navigation. Нет, back. Back home. Home. Where are you going? Куда я тут собираюсь? Не знаю. Автомат. Всё как-то сделано. Прикольно. Вот здесь вот кармашки по бокам даже есть. Электронный ручник. Автохолд. Система стабилизации. Помощь при подъёме. То есть при спуске. Спорт, эко. Режимы есть. Ну, хорошие сидения. Они, может быть, немножко низковаты. Но, в принципе, вот, посмотрите, как сделано. То есть уже боковая поддержка есть и снизу, и сверху. Подушечка, ну, коротковата, да. Вот здесь я упираюсь хорошо в неё. И вы сидите как пит у вас. У вас как пит. По вылету. Так, по вылету. Регулируется по вылету. Немножко сложновато. Это, может быть, косяк предсердельных версий. Но это работает. По крайней мере, это и есть. Подрезанный руль. Бардачок идеально вписан. Тут никаких зазоров практически нет. Премиальное открывание. Простой, правда. Ладно. Вращаем не просто люк, а панорамная крыша, люк. Кнопки. Классный свет, светодиодный. Рычажок, которым управлять. Вот эта вот тема, типа Geely. Везде обивка потолка. Хорошая обивка потолка. Вообще прекрасно. Со светом. Зеркальце. Ну, вот это уровень. Это уже уровень, действительно, Geely. И кроссовер классный. Абсолютно. Это я могу вам точно сказать. Надо посмотреть места сзади. Багажник классный. Спереди круто. Сзади. Ручки опять такие же. Стеклоподъемники. Место. Ну, я сейчас сел сам за собой. У меня есть запас. Я могу спереди там отодвинуться. И здесь будет хватать места. Над головой место 5 сантиметров, как минимум. То есть, места хватает. И все сделано. Блин, опять же говорю. Хорошо сделано. Да черт побери. Ничего себе, Geely. Вот это выдал. Вот это класс. Вы посмотрите. Лакированные какие-то штуки. Подстаканники. Подлокотник вот такой у вас. Хороший, премиальный. Блин, сколько он будет стоить? Он, наверное, будет стоить полтора ляма. Его нужно сравнивать. Его нужно прям сравнивать. Я его уже хочу с кем-нибудь сравнить. Из корейцев, например. Да он выглядит на уровне корейцев. Не хуже, по-моему. Вот отсюда вот особенно, да? Блин, свои фишки есть. Air Cleaner тут есть. Power Outlet. Хорошо сделано. Классная тачка. Мне нравится. Хочу узнать цену. Срочно. Срочно. Кто-нибудь. Срочно скажите мне, Джили, цену. Когда-нибудь его привезете в Россию? Летом. Летом? Следующим. А ориентировочная цена? Будет известно, когда привезем. Ну, вы же сейчас что-то представляете? Какие-то цифры? Примерно. А с кем конкурировать? Запуску будет. Основные конкуренты это AX40. Это, соответственно... Соответственно, да. Ну, то есть Tussam? Да. А из ближайших новинок, что вы привезете в Россию? Что ожидается? В декабре будет... Седан. Да. Дернишься. На него цена уже есть? В декабре будет. Тоже нет? Запуску, да. То есть сейчас пока... Это тоже конкурент Optima там? Да. Ай-40, да? Да. Потенциально. Понятно. А вот обновили, я смотрю, M-Grant кроссовик. Словер, он уже продается или должен... Летом. Лежать? Летом. Летом как-нибудь? Следующего? А, еще годик. Да. Сейчас обновленный появился в начале года рестайлинг. И вот этот будет летом следующего года. Geely JC9. Друзья, эта машина приедет к нам в декабре. Уже большой-большой седан. Седана вот такой хэтчбэк, но типа с покатой задней крышей. Но все равно мы видим, что открывается отдельно у нас багажник. Поэтому седанчик в декабре от Geely с классными колонками и aircleaner, как вы видите. Опять не могу нащупать открывание багажника. А его здесь и нет. Называется только камера и свет. А, нет, вот есть Trunk Open. Здесь даже сделали. Remove label after purchase. Типа один раз тебе напомнили, что здесь вот Trunk Open. Запомни и сними. И удали. Сжечь. Уничтожить. Информацию. Садние фонари, конечно, похожи на ленивца из ледникового периода. Багажник большой. Попроще, чем в кроссовере Geely. Он прям классный. Здесь как-то все попроще. Но зато полноразмерное колесо. Это прекрасно. Вот сюда повесили. Уже по-взрослому все. Есть вставочка. Да, на стальном диске все равно налепили 80 Max Lod. Но оно нормально. Нормальное колесо. Но 80 метров. Конти комфорт. Вот здесь пенопластика проложили, чтобы сильно у вас тут ничего не падало. Уровень лучше, чем у Volvo S80. Задние обивки. Представляете? Вот это я в шоке просто. От этого. Здесь у нас лючок, если что, открыть бензобак не надо. Все нормально. У вас замерзло, пролезли, открыли. Все сработало. Тут еще надо дотянуться. Ну, короче, продумано. Молодцы. Нормально. Две ручки. Прекрасно. Так что что-то прям удивляет меня. И здесь камера у них припрятана. Фирменные завитушки. Дизайн. Решетка радиатора. Линзованные фары. Обычные. Но, да, половина. Но тоже Turbo GDI. Видимо, тот же двигатель. Что и на кроссовере. Тот же автомат. Скорее всего, шестиступенчатый. Это очень хорошо. Пороги с подсветкой. Ну, все, короче. Задний диван с электрорегулировками. Друзья, это же прекрасно. Надо смотреть. Отличный задний подлокотник. Вот здесь лючок назад. Но здесь все. Как бы только оттуда открыть можно. То есть этот отсюда, тот оттуда. Без вариантов. Только так. Задний ряд. Мне не очень нравится. Но здесь есть вот такая вот регулировка. Понимаете? Они будут конкурировать с Optima. Но у них есть электрорегулировка. С заднего дивана. Переднего кресла. Вот так вот задвинул этого пассажира наглого, который тут сидел. Отрегулировал себе по длине диван еще. Может быть подальше. Чтобы тебе вообще прям супер-мега комфортно. Вот так вот раз. Вы посмотрите, насколько регулируется. Я еду до сих пор. Все. Вот так вот. Сидишь уже полулежа. Классно. Выглядит это вот так примерно. Ну блин, классная штука вообще. Мне нравится. Вот задний ряд уже клевый. Но как бы может быть по длине подушка. Ну оно низко. И ноги совсем до конца-то не лежат. Но места хватает. Место есть. Вентиляция есть. Представляете сидение. И подогрев. Подогрев и вентиляция сидений. Причем справа вентиляция. Слева подогрев. То есть всего дивана сразу. Ни одного. Так, бежим вперед пока никто не занял. Потому что это уже прям скоро-скоро. Новинка-новинка. Конкурент. Optimi. Блин, от Geli. Я не ожидал, что Geli такой шаг вперед совершили на самом-то деле. Сейчас я вам расскажу все. Вот эти кнопочки может быть простее, да? Простоватее, чем у корейцев. Но обивка круче, чем у корейцев. Мягко. 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 Классно сделано. Вставочки. Ну, может быть тоже простоваты. Но классно сделано. Панель приборов тоже простая. Ммм. Черт. Кнопочки. Средние. Ну, так. На любителя. Много-много лака. Ну, дорого, богато. Чтобы должно быть все дела. Под дерево вставочки. Такой вот автомат. Рычаг автомата. С ручным режимом. Авторучник. Выключение. Система стабилизации. Экоспорт. Режимы. Открывание. Вот так вот сделано. Хитро, как у BMW. В стиле BMW. Регулировка руля. Здесь проверим. Здесь электрорегулировка. Друзья. Электрорегулировка руля. Пожалуйста. Вот вам. Ну, кто вам предложит электрорегулировку руля? Корейцы предложат? Нет, не предложат. Здесь простые. Ну, кнопочки простые. Внутри попроще. Если она будет стоить, как начальные оптимы, то, возможно, поконкурирует. В топе вряд ли поконкурирует. Кнопкой открывается у нас багажник, как видите, вот на дверке. Все. Джили. Пороги с подсветкой. Конечно, как и во всех китайцах, смотрим на зазор бардачка. А тут он какой-то велик. То есть, эта машина явно будет стоить не полтора миллиона. Наверное, она будет стоить чуть поменьше. Сзади у нее круто все. Вот сделано действительно круто. Спереди чуть-чуть похуже. Какие-то можно найти, к чему придраться. Люк есть, шторка, панорамная даже крыша. Тут не люк, не просто люк. Да. Да. После того кроссовера здесь прям каких-то супер-мега-откроений нет. Но тоже круто. Рычажок, вы посмотрите, который вверх-вниз, лево-право. И по диагонали работает. И все. Короче, ММАй. Мультимедиа-интерфейс. Круто. Проекционный дисплей будет. Здесь даже будет проекционный дисплей. Обалдеть. Посмотрите, сколько этих завитушек. Твиттеры оформлены. Сап. Твиттер. Все этими завитушками. Обивка, отделка. Нормально. Здесь даже подсветочка, что ли? Да. Вот здесь будет подсветочка. И вот здесь будет подсветочка. Прекрасно. Хитрюганы, хитрюганы китайцы. В декабре, в декабре. Надо тест. Надо брать на тест. 4,9. Да это не оптимый даже конкурент. Это пятиметровая штука уже. 2,850, правда. База чуть поменьше. Но, в принципе, она больше. Она уже под представительский класс почти. То есть это полноценный Е-класс. Никаких вопросов. GTS. Какой-то GTS у них кроссовер новый. Типа. Типа кроссовер. М Гранд Кросс. 150 просвет. Ну да. Ну, больше, наверное, хэтчбэк. То есть это не кроссовер. Это хэтчбэк с небольшим обвесом с пластиковым. То есть то, что у нас так любят. Выглядит офигенно. 1,3 турбо. 130 сил. Ё-моё. Электроусилитель. И здесь у нас робот с двойным сцеплением. Давайте смотреть, что внутри. Так, запах китайский тут какой-то есть. Но он более легковесный. Как будто смешанный с духами какими-то. Под карбон типа 3D квадратики. Здесь нет ни карбон, такие металлические 3D квадратики. Классная панель приборов. Вот здесь уже она нормальная. Она какой-то в своей даже стилистике, я бы так сказал. Было бы интересно посмотреть на неё, как она горит. Она горит. Вот стрелки могут нам показать. Ключа нет, не дадут. Завитушки есть. Сидение. Сидение. Сидение даже вполне себе. Опять же, тоже пухленькая боковая поддержка. Низа может быть чуть-чуть не хватает. Коротковато вот здесь вот, если посмотрите. Но электрорегулировки. Обивка дверей. То есть, это вот по типу Volvo C30. Типа того. То есть, что-то в этом стиле. Парящая консоль практически. Только вот здесь вот по бокам опять эти кармашки. То есть, так вот сделано всё. С консолью центральной большой. Подстаканники. Подлокотник. Подлокотник нормальный. Экоспорт опять режимы. Климат-контроль есть. Авторежим есть. Опять же, зазор нормальный. То есть, это вот новая Вене. Это типа того кроссовера. Нормально всё сделано. Опять же, панорамная крыша. Вот это штуки вот эти. Все одинаковые. То есть, на всех моделях у них примерно одно и то же. Унификация идёт. Сделано нормально. Даже очень надо тестить. Надо тестить. Надо знать, сколько стоит будет. Весь вопрос, как говорится, в цене. Давайте сядем сами за собой. Вот так вот мне было бы удобно. Наверное, да? Здесь регулировка. А, здесь регулировка тока по высоте. Вот здесь печально. Печально. Назад. Прыгаем назад. Спорт. Как вы видите, у нас здесь спорт 1.3. Турбо. Это, конечно же, спорт. Здесь у нас зарядка USB. Прикольно сделано. Прямо по центру. Не ошибётесь. Aircleaner. Всё. Тут двухэтажные секции. Какие-то полочки сделаны. Сажусь сам за собой практически. Ну, вот здесь видно, что сидения большие, высокие. Нормально. То есть, тут вот ты сидишь, они как-то покатые. И кажется, что, может быть, верха чуть не хватает. А здесь, блин, они наоборот бы вот их сделали. Здесь, чтобы они меньше было. Но короба, безопасность, понимаете, как бы всё вот в этом ключе. Место над головой 5 сантиметров. По ширине хватает. Сам за собой сел. Нормально. Даже ногами не зацепляюсь. То есть, место нормально. Машина интересная. Центрального тоннеля нет. Хоть бегай здесь. При этом есть подлокотник. Атрибут взрослых автомобилей с вот такими вот вставочками. То есть, сделано тут действительно круто. И опять же, вот, смотрите. Свет. Свет. Класс. Класс. Давайте смотреть на багажник. Ну и сзади прикольно выглядит. Посмотрите. Необычно. Не похоже ни на кого, в принципе. Я уж думал электропривод. Просто она так мягко, классно открывается. С камер заднего вида, опять же. Багажничек есть. Запаска. Запаска что? Нет? Нет запаски? Нет, есть запаска. Докаточка. Докаточка. Маленькая. Семнадцатая. Узенькая, узенькая. Полумотоциклетная. Но здесь все пенопластик, короба. Что-то положить можно. Прикольно. Обивка. Обивка уровень выше Вольво. Как они это делают, я не знаю. Как они так залажали у Вольво, что во всех китайцах, которые их купили, обивка уже лучше. GTS. GTS. GILI GTS. Блин. И обвесик есть, и выглядит круто. И внутри нормально. Вот так. Китайцы пошли. Давайте посмотрим под капотом. 1.3 Turbo надо посмотреть. 1.3 Turbo. Когда еще вообще увидишь? Никогда. О, здесь надо. Да, что тут смотреть? Собственно, аккумулятор. Все закрыли. Все закрыли. Даже на двигатель не посмотрим. Печаль. Самое главное, лют-шелл, друзья. Охлаждающая жидкость. Ну, это какой-то прям уровень премиум. Вот, посмотрите, рычажок. Его еще надо нащупать. То есть, не все так просто называется. Хотел посмотреть. Ну, капот тяжелый. Здоровый и тяжелый. Grand 7 Hatchback. Ну, это те тачки, которые уже пошли. Этот пойдет в следующем году. GILI N. Grand. Кроссовер. Обновили. Тоже в фирменной стилистике. И, правда, без завитушек. Ну, просто вы получаете вот такую решетку. Новый значок. Фары проекционные. Нормально. Ой, линзованные проекционные. Линзованные. Что говорю-то? Так. Ну, вот эту штуку только летом следующим. Я думал, что гораздо раньше будет. Нет. Только следующим летом. Металлических тут накладок понаделали. Или под металл. Нет, металлические. Здесь вот какой-то типа карбончик. Посмотрите. Все. Все. По-взрослому. Руль. О, бляха-муха. Ну, это в стиле китайцев. Да. Как вы хотели. Большое экранище. Это прям надо включать. Заработает? Здесь что-то нихрена не работает. Вот. Что-то они мне там пишут. Ну, вот я бы хотел экран потыкать-то посмотреть. Нет. Ключа, говорит, нет. Нету. Ну, кнопочки похожи. Здесь примерно похоже. О-о-о. Да. Ну, вот опять люк. Понимаете? Все как бы все сделано-то хорошо. Люк. Вот здесь вот. Вот это. Вот это прям, ну, очень круто. То есть, это, конечно, все жидко. Но то, что прячут вот это отделение, закрывают шторкой, это какой-то космос, мне кажется. Здесь чего-то не доложили. Место под ваш ключ или под мелочевку. Вот под ключ. Вот под ключ. Нет. Это под что-то. Тут я сюда сел просто посмотреть. Даже в М-Гранде-то не сидел в обычном. Как же ж. Надо же посмотреть. Да, прикольно. Субтитры сделал DimaTorzok